здравствуйте друзья я веду свой утренний репортаж по дороге на работу из залитого дождевыми потоками города сани вел который залит также как и вся остальная кремниевая долина но в меньшей степени чем скажем южная калифорния тут досталось на днях в общем так вот мы движемся на работу немного смотри надо все уже проехали цветут задержался по 11 тогда у меня сегодня тема интересная значит там много в этой теме граней вот но мы так начнем по порядку я тут взялся вести новый для меня курс до по автоматизации там тестировали не не автоматизация новая конечно инструмент новый и мне для этого нужно было разобраться в инструменте раз разобраться с тем количеством java там языка программирования который для этого нужен соответственно надо разобраться там еще в некоторых сопутствующих вещах кроме того что там еще и даже такие вопросы там вроде как конфигурации там собрать сюда кучу установить подцепить что все работало там это как бы одна из первых таких проблем которые у людей есть когда они начинают все это осваивать короче вот надо было мне разобраться я подумал наверное уже в наше время чего-нибудь есть такое там написанное на эту тему но не поджали поджали понятно а вот поэтому инструменту называется он веб драйвер пошел я на amazon и смотрю таки да таки есть причем там даже один дяденька написал такой сериал значит у него веб-драйвер просто веб-драйвер там для начинающего веб-драйвер с джавой для начинающих и еще две книжки джава для веб-драйвера начинающая джава для веб-драйвера посложнее эти вот так не вообще джава прям джава с веб-драйвером и понятно что джаву никто для веб-драйвера не писал но также понятно что если тебе нужно там на веб-драйвере тебе нужно не нужна вся джава может быть какой-то крохот на ее подмножество и это довольно удобно время экономит книжки такие вроде небольшие так вот вот такие там то что надо для человека такого занятого так на ходу подхватить написал это все какой-то человек афроамериканский такой громадный как как будто он штангу толкает такой у него вид из техаса откуда ну и в общем я так был в таком радостном возбуждении заказал три книжки там что-то мне там чуть ли не подстольник это вышло но приходит книжки и давай я их значит читать и тут мне стало немножко не по себе потому что знаете я вспомнил вот эту замечательную фразу от твою мать сказал василий иванович и грязно выругался вот это было ощущение которое я вот испытывал понимаете потому что сказать что это педагогический брак это сделать комплимент да но на самом деле это такое как вам сказать преднамеренно кидалово может быть он не специально жулик а может быть просто больной на голову человек который думает что это он по-честному так но вот я вам дам пример вот книжка вот и все все эти три книжки там на странице 40 строчек я посчитал 40 строчек на странице из них четыре строчки такой футер идет под каждой странице на каждой странице внизу это его email это его там skype linkedin и веб-сайт вот столько сколько страниц в книжке есть значит столько раз в это видите 10 процентов всей книжки это его личный координат дальше значит он там пишет да это это в левом углу вот эти четыре строчки а в правом углу этих четырех строчек написано там бесплатное там чего-то значит вот такое-то место иди я иду в это место веб-сайт значит ну там написано там вот даем тебе три совета три совета как в течение месяца стать там крутым веб-драйвер там специалист в течение месяца это мне нравится я я хочу значит я заполняю ну там собственно от меня только email потребовали я заполняю email в смысле туда отпускаю и приходит мне в ответ email приходит мне в ответ email и там написано что занимаясь хорошо там первый совет второе там типа там не пугайся трудностей и третий совет хорошо бы тебе вот этот месяц со специалистом позаниматься специалисты то он тут же телефон там все дела значит это email там и так далее то есть я хочу сказать что это какой-то то есть если он это делает на на от души это душевно больной человек если он это делает как сознательное кидалово и я я думаю что так оно и есть почему я думаю что так и есть потому что там слишком много элементов таких например вот это его джава который он там в двух книжках описывать это не это ну вы знаете бывает такой reference book там вот там список команд и там два слова про команда что она там делает например да вот такого плана книжонка то есть я я могу сказать что если вы пойдете на википедию например и захотите почитать про джаву вы больше узнаете чем вот это вот я серьезно говорю то есть это какое-то безобразное покоцанное сборище каких-то надерганных откуда-то фраз таких без всяких объяснений практически без примеров ну ну то есть вот вот что что какое-то чудовище родилось и да все это значит но где то что по джаве много книжек никогда бы ему в жизни не продать ни одной книжки по джаве если бы он туда не поставил слова веб-драйвер значит никакого отношения к веб-драйвер это не имеет вот это чтение но то есть ну ну вообще ну ну понимаете то есть чисто и кидал вот как знать ключевые слова там поставить а содержание не соответствует за такие вещи там могут забанить день но не важно в общем да но в широком смысле что мы имеем мы имеем либерализацию публицистической деятельности любой человек какой бы стране он не жил может пойти там написать какую-то книжку подвесить ее на амазон я на амазоне купил подвесить ее на amazon получить там этот аэсбен номер и продавать его как-то вот последний раз я попал такую же идиотскую ситуацию года три-четыре назад когда куб приобрел книжку интервью вопроса на интервью там для тестера кушать такое и я никак там из описания не мог понять откуда человек что человек ну так брать название нормально так все я приобрел книжку я был в ужасе потому что значит это был просто бред не то что сивой кобылы а просто бред уже такой дать палата номер 6 и дальше я пошел разбираться что за человек вообще то есть как-то с трудом я его нашел он живет в индии он выпускает там две книжки в месяц понимаете да то есть он интервью вопросы по там тестированию пошел по блогам на право книжка интервью вопросы по джаве пошел по блогам собрал книжка но там там вопросы индийские были и ответы были индийские и он еще так тщательно маскировался чтоб нельзя было понять что человек из индии книжка из индии никакого отношения к сша не имеют все было очень тщательно замаскировано это я уже там целое расследование провел пока добрался вот поэтому я друзья вы тоже можете вот каждый пожалуйста можете любую фигню там но да собственно я же тоже так книжку вот издал правда единственное что я не сам у меня был издатель но когда ты за свои деньги издаешь это не то же самое что скажем как раньше книжки издавались то есть были паблишеры издательства и вот эти издательства они смотрели там на что потратить деньги на что не потратить солидный автор где работает там рецензии собирали я я в ссср издавал учебник для учебное пособие для техникума в связи это был восемь второй год что ли боже мой как нас там этими рецензиями я потом еще к рецензентам ехал там что-то отношение выяснял и так далее значит но к чему я говорю что там была некая система в которой но явные помои никак не могли быть опубликованы а то же самое было и в америке ну то есть нет ты за свой счет можешь конечно но в общем вот так вот такое облегченное состояние и дело не в том что там эти книжки сколько это стоит я вот часы подвезу там на работу мы пойдем серега издадим вот дело не в 100 долларов дело в том что время потрачено настроение как бы но так понятно да значит настроением что вера в человечество друзья вера в человечество это найти такой дополнительный урон моральный нанесен в общем такая вот такая вот фигня получается малюки да был такой советская еще дай кто еще украине был значит такой дед по нас дед по нас вел детскую передачу но вот типа спокойной ночи малыши и да я я может быть попрошу у нас тут есть его там приятель он расскажет об этой истории значит дед по нас был алкоголик и матершинник но в быту и значит его карьера в этой передаче закончилась в тот момент когда он однажды в поддатом состоянии значит сказал ну используя более резкое такое слово сказал вот такая фигня получается малюки вот и вот за эту фигню значит он уже и пострадал так вот я я вот хочу словами деда панаса сказать что трезвый будучи трезвым что вот такая фигня значит получается будьте осторожны когда чем-то покупаете на амазоне ну и вообще в таких вот местах и надо сказать что они там нагнали себе какое-то количество там лайков но не лайков там этих звездочек отзывов немного там их там пять шесть там небольшое количество вот хотя один из них пишет что там про книжку по джаве пишет что никакого отношения к веб драйверу не имеет написал этот человек я еще пойду тоже все три на про все три напишу что я думаю вот так что такая вот интересная штука да ну и так я с этим делом как бы пришел некоторое расстройство и пошел смотреть видео которые записаны у нас в классе я не сразу я еще посмотрел там разные места и потом пошел смотреть видео которые записаны у нас в классе у нас в вечернем классе есть совершенно замечательная женщина ее зовут Элли и я ее знаю с ее 11 лет ее мама у нас училась они приехали из Сан-Диего лет 20 назад и вот я с ней тогда познакомился вот Элли она такой крутой автоматизатор и замечательный преподаватель такой невероятной прелести очарование и вот она значит ведет этот курс я бы и раньше мог посмотреть но меня останавливало то что просмотр видео времени много занимает знаете когда книжку читаешь там быстренько бом-бом-бом пробежался а тут все-таки ты смотришь и смотришь и смотришь но у нее очень все систематизировано у нее под каждый урок там и домашнее задание и разбор домашнего задания и образцы кода и там инструкции по всем вопросам ну то есть очень очень такое разработанное как бы в свое время мы бы это называли там комплексное методическое обеспечение то есть у нее курс такой хоть она и не педагог по образованию но очень грамотно сделан педагогически вот и вот эти четыре дня тут я смотрю ее видео немножко ошалел вот и там разные другие дела закинул а у нас тут как бы типа выходной получался такой продолженный видите вот вчера смотрел могу сказать друзья что если много заниматься то это отрицательно сказывается на уровне сахара в крови вот чтобы вы знали если кто-то следит вот последите да на давлении не сказывается так что вот интересная такая фигня получается малюки да и вот смотрю я это видео нашей элечки и балдею просто от счастья балдею и как она умница все рассказывает и как она объясняет и как все понятно и думаю вот ведь оказывается то все вот под руками под ногами лежит а мы не ценим вот так что я сейчас переключился на на ее труды и это такое мое вот занятие основное я вчера делал трансляцию такую неожиданную потому что устал от занятий надо как-то размяться поболтать ну и там вот он тоже рассказывал эту историю мне там говорят а где эти видео как найти они закрыты потому что для студентов там логины пасморды там там масса всякого такого чего ну никак нельзя на страну я подумал что если может мы перезапишем это дело в течение там может быть года что время идет там какие-то вещи надо менять вот я может быть так какие-то кусочки повешу и мы с ней договоримся чтобы она там ну или вырежу или вырежу то где там лишняя информация идет при монтаже посмотрим во всяком случае я подумал что действительно страна должна знать своих героев да в общем к вопросу о либерализации значит либерализация дело хорошее но надо соображать что делаешь и понимать что мы живем в очень опасном мире где так много всего и так мало чего-то ценного вот и вот это вот которое без всякой ценности оно заполоняет забивает все поры и надо соображать я имею ввиду и результаты поисков там в гугле какого-нибудь ой господи боже мой все эти технологии надо учиться жить в этом мире ничего страшного нет но надо надо научиться счастливо и до скорых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...